Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости нашего канала! Вы на канале на Кухне Любани, а значит у нас Коля в гостях на нашей кухне. Сегодня у нас будут самые суперовые котлеты. Я хочу спросить, Коля, ты с нами? Конечно, с вами. Ты котлетки любишь? Скажи, вкусные, правда? Да, обалденные. Это у нас рецепт недавно. Мы нашли этот рецепт. Я вам скажу, что у меня много рецептов, но это супер-супер. Поверьте, вам очень понравится. Приготовите. Вот я приготовлю, покажу, а вы потом решите, готовить вам или нет. Значит, у меня, так как у меня семья из шести человек, плюс еще приходят и детки. А кое-кто и добавку просит. Ну да, ну это уже вообще. Значит, у меня здесь килограмм 600 грамм свиноговяжьего фарша. Вот видите? Вот. Значит, на вот это количество, я вам рассказываю, на это количество я добавляю две взбитые на блендер, дорогие мои. Вот смотрите, вот взбитые, как на пюре. Это у меня здесь две большие, как яблоко, луковицы. Если у вас маленькие, то берите 3-4. Это будет очень вкусно. Сюда же добавляю. Здесь у меня чеснок, но он тоже перебит, его сейчас уже не найдешь. Я просто все подготовила, чтобы... Чеснока. У меня где-то было здесь, по-моему, 4 зубка. Ну, такие, средние. Если большие, то можно и 3. Ну, это уж как вы любите. Отправляю сюда к фаршу. Значит, сюда добавлю 2 желтка. Тут немножечко белка попало, но это не страшно. Обычные котлеты добавляю, стараюсь по возможности добавлять 1 желток. Ну, если нет такой возможности, то и белок пойдет. Вот. Значит, и самое главное, сейчас так, чтобы поместилось, я виску, наверное, маленькую взяла. И самый главный в этом случае ингредиент, это хлеб. Ну, обратите внимание, может быть, кто и делает, я не знаю, но я вот недавно начала делать. Это хлеб, вот он. Это хлебное пюре, так сказать. Значит, хлеб замоченный, водички или в молоке, девочки, со шкуркой, со ничего не чищу. То есть, я со шкуркой, а с корочкой совсем хорошо перебила на блендер. Вот, замочила сначала, а потом, вот видите, вот получилось такое пюре. Это очень важно. Значит, на вот этот вот вес где-то 400 грамм хлеба. Он еще такой, знаете, как он, ему может казаться больше, потому что это пюре, оно же так взбито, такое нежное, воздушное. Вот, есть. Сейчас я хорошенько. Вот так вот, сейчас я специально взяла эту лопаточку, чтобы не стучать сильно, никому по мозгам не в этот, чтобы не торкало. Вот, есть. В принципе, так, основное я сказала, теперь я тороплюсь. Теперь где-то на этот фарш столовая ложка, у меня идет столовая, такая, знаете, хорошо столовая ложечка соли. Ну, а соль по самовкусу, потому что, вы знаете, в последнее время соль довольно-таки очень разная. Где-то насыпешь пол ложки столовой и уже нормально, а другой соль насыпешь столовую ложку и, кажется, не досолила, потому тут уже на ваш вкус. Ну, и, конечно же, вот где-то чайная ложечка, перец черный молотый, куда без него, обязательно. Вот так вот. Сейчас это все перемешаю, а потом скажу, что я еще добавляю. Потому ждем. Итак, смотрите, фарш перемесила, перемешала. Вот смотрите, вот он должен какой быть, видите, вот такой консистенции, вот он. Он такой абсолютно нередкий, но и не густой такой. Очень податливый, как такое хорошее тесто на дрожжах. Но это еще не все. Чтобы котлетки были сочные, очень сочные, как говорят, я добавляю обязательно. Особенно, когда, ну, сейчас я это скажу. Я добавляю где-то две столовые ложечки масла. Вот именно фарш. Смотрите, вот так вот. Сейчас хорошенько перемешаю. Ну, по пути скажу, дорогие мои, кто будет готовить, знаю, спросите. С говяжьего фарша, чисто с говяжьего. Все делаем так же. Но растительное масло можете спокойно добавить 400 ложки, потому что там нет жира. Поверьте мне, будет сочно и очень вкусно. Сейчас я все перемешаю и потом встретимся вновь. Итак, дорогие мои, сковорода на старте. Налито масло где-то, ну, не знаю, 3-4 столовые ложечки. Это зависит от вашей сковороды. Это уж так, как вы жарите котлеты. Чтобы они там не купались, а просто обжаривались. А я буду делать заготовочки, пока разогреются. Значит, заготовки делаем, такие котлетки, как вы едите, как вы своим делите, как вы дома и делите. Знаете, я, у меня бывают разные. И большие, и маленькие. Вот мы их так отбиваем. Обратите внимание, вот он. Видите, вот этот фарш какой, дорогие мои. Вот он, вот он фарш. Мы его хорошенько, вот так вот в руках. Ты как цыган солнцем крутишь. Да, да, но они должны так хорошенько отбиться. Прям ручка. Конечно, это нелегко, будем говорить. Руки устают, особенно когда много. Вот. И теперь я их выкладываю на досточку, которую смазала растительным маслом. Они немножечко, конечно, потом пристанут. Но заготовочка у вас уже будет сформирована. Сейчас я сделаю полную всю. Потом покажу, как я дальше, как я жарю. Говорит, дорогая, а что у нас котлеты разного размера? Ну как же, ты же сам просил разнообразие в еде. Точно. А, еще хочу сказать, Коля, видишь, я упустила момент. Значит, если будете делать с куриных котлет, вот так же, то есть с куриного фарша такие котлеты, да, тоже доливайте масло. Попробуйте. Я вам честно скажу, это очень вкусно и сочно. А то мы ждем. Итак, котлетки сделала. Значит, как я проверяю на сковородочке масло, многие, наверное, знают. Я знаю, что там палочку вставляют, но эта палочка должна быть при вас, а мука всегда с вами. Вот щепотку. Смотрите, как. Покажи, Коля, видно? Вот, видите, как шипет. Мука. Значит, уже все готово. Можно отправлять котлеты жарить. Ну, сейчас я, конечно, не в сухарях. В сухарях делала. Но больше вот этот вариант. Больше нравится муке. Муку хорошенько. Еще раз говорю, видите, они наподобие как сырничка. Они, знаете, такие прямо шевелятся в руках. Должны быть такие вот мягенькие, незабитые. А я думаю, 8 штук съел. Думаю, что они у меня шевелятся в кишках? Коля, ну ты даешь. Это же они так. Значит, вот таким вот образом. Вот она сделана котлетка. Видите? Муки не сильно много. Выкладываем на сковородочку. Если у женщины в руках сковорода, не факт, что будут котлеты. Да, может быть что-то и другое. Смотря, как себя ведет муж. Это все правильно. Ну что ж, дорогие мои. Хотя бы первую партию обжарю. Потому что это еще не все. А потом я покажу. Пока ждем. Итак, смотрите. Жарю на огне. Где-то как средний. Не меньше среднего. Средний огонь. Они жарятся отлично. Переворачиваются тоже хорошо. Но будем жарить так сильно. Там, допустим, ни под крышкой, ничего жарить не будем. Потому что мы будем это дело доводить в духовочке. Вот видите, какая у меня ванночка сделана для них. Я их выложу аккуратненько. Вот сюда все. Потому что сейчас, когда все выложу, покажу. Итак, дорогие мои. Вот такие котлетки. Вот такое количество. Их видите, очень много не считала. Вот. Значит, я сейчас накрою пульгой. Это еще не все. Обжаривала. Не под крышкой ничего, чтобы их там не прожарить. Они в середине еще могут быть сыроватые, чтобы не выжарить сок. Обжарила такой магнит, чтобы их, так знаете, запечатать. Теперь я накрываю фольгой. Повар пятого разряда может приготовить из вчерашних котлет, завтрашние. Ничего себе, молодец, повар. Готово не учился. Ну, так как ты у меня. Нет, ну я котлеты сделаю, которые будут, это, дорогие мои, не подумайте, что мы-то сидим за один день. Да, это будет. Котлеты бомба. Бомба, да. Это второй или третий раз ты готовишь? Да, да. Кто вот не пробовал, так попробуйте. Фишка в том, что вот взбитый вот хлеб, ни картофель, ничего не добавляется. Ну, я вам еще покажу. Значит, отправляю в духовочку 200 градусов минут на 20. Ждем. Итак, котлетки наши готовы. Смотрите, с первой шаром, в духовочке. Вот такие вот. Вот. Ну, я думаю, что их видно, что так видите, аж сок выступает. Сейчас возьму одну штучку. Боже, по-моему, что тороплюсь, дорогие мои. У меня картошечка пюре. Ну, показывать не буду. Пюре есть пюре, правда. У меня есть рецепт. Если что, заходите. Коля, не знаю, может ссылочку оставить, как я готовлю очень вкусное пюре. Вот. Это второе. Значит, смотрите. Сегодня хлеба нет, зато есть такие кабачки. Это те кабачки. Я сейчас, наверное, вот так сокрую пока. Которые у меня есть рецептик. Смотрите, вот. Коля говорит, рассол у нас какой? Как слеза. Как слеза, видите. Вот они. Ничего, не мутно, ничего. Девочки. А вкуснякина не могу передать. Но сначала давайте, давайте ближе к котлетам, правильно? Сейчас давай поставлю, Коля. Душить будешь? Нет, я душить не буду. Я вот так вот разломаю. Вот горячо, но покажу. Смотрите, вот они. Вот видно сок, сочные какие. Видите, вот сок. Обалденнейшие. Они воздушные. Воздушные. Знаете, вот ешь, вот не чувствуется вообще. Ну, я вам не могу передать. Скажи, Коля, это вкуснятина, правда? Мне нестерпимо захотелось сделать что-то приятное для людей. Подошел к холодильнику, достал котлету. А что, я не человек? Конечно. Вот эти. Хотела разрезать, но буду кусать. Извините, потому что нож где-то там гуляет. Хрумчить будешь на камере. Хрумчать? По хрумке. Не надо. А хрумки? Да не надо. Слушаю. Вот, видите, какой вредный. Боже. Ты котлеты рубаешь, а я в овощи, да? Люба. Скромнее надо. Господи, простите меня, кого я обидела своим чалканем. Дорогие мои, готовьте. Так хватит. Люба. Ну, подожди, это, смотрите, вот они, вот они, вот, вот. Это такая вкуснятина, ведь и сочная, боже. Короче, Люба плохого не по советке. Это я вам скажу честно. Заводите на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайк, если не жалко, пишите комментарии, а самое главное, будьте все здоровы, будьте счастливы. Мирного неба. Вам, нам и всему миру. Как можно быстрее. Мы вас обнимаем и всегда ждем. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok